Всем привет! С вами Камила. И сегодня будет видео про варежки для снятия макияжа. Так, я надеюсь, их не очень сильно выбивает. Это такая маленькая, я так понимаю, которая одевается на пальчик. Это побольше. Обе варежки от фирмы Glow. И, ну что я могу сказать? Я какой-то подобный продукт уже пробовала. Я оставлю где-нибудь ссылку на видео. Видео единственное у меня было на латышском языке. И, значит, что это такое? В принципе, это продукты, которые позволяют снимать косметику, не используя специальные средства для макияжа. Все, что вам нужно, это какая-то вот подобная варежка. И это может быть удобно для тех, кто не любит тратить лишние деньги, может быть, на косметические средства. Или я подозреваю, что это довольно удобно должно быть в поездках. И, насколько я знаю, у этой фирмы этих варежек есть, если я не ошибаюсь, три штуки. У меня две. Ну что, будем пробовать. У меня все полное лицо, так сказать, макияжа. У меня водичка. И вот прямо сейчас будем проверять, работает ли вот это. Для начала я немного уберу волосы. Продемонстрирую свое суперкругое лицо. Наверное, начну с вот этой маленькой. И, честно говоря, в инструкции особо ничего не написано. Написано просто, что намочить смесь макияж. Такая малюсенькая-малюсенькая. Так, и здесь есть какая-то, может быть, более конкретная инструкция. Так, вот она вся инструкция. Особо в ней ничего не сказано, кроме как намочить, смыть макияж, затем помыть ее мылом. И что вот этот продукт должен работать 3 месяца. Посмотрим. Так, так. Вот такая штучка, малюсенькая на пальчик. Она такая довольно мягенькая, пушистенькая, как микрофибровая. Сейчас я ее намочу. Добавлю взять как-то плотенце, чтобы тут еще округленно залить. И попробую снять макияж с одной стороны лица. Смываю. Чуть-чуть подержу на глазах, чтобы немного размягчить тени, тушь и прочие продукты. Кстати, да, я вижу как-то, что она снимает этанальный крем. Сейчас я немного поплачу. У меня водостойкий продукт для правей. И его смывают. Кстати, что вы думаете насчет моего фона в феврале? Я спросила у своего мужа, что он думает по поводу гирлянды. Он сказал, что это в феврале, а что сейчас скоро будет китайский Новый год, так что сойдет. Напишите мне, пожалуйста, если кого-то нервирует мой фон. Будет скоро менять экспозицию. Реснички. Я ношу накладные реснички не каждый день, но как-то сегодня к этому макияжу мне хотелось чего-то более драматичного. Вроде смывает, а вроде как-то как будто не до конца. Кстати, у меня сейчас тушь Ланком, Маншор Биг, а я знаю, что не все даже специальные средства для снятия макияжа берут. Так что, может быть, в этом проблема, хотя я вижу, что тут розовые тени тоже как-то остались. Вообщем, во всяком случае, с этой маленькой выглядит, что полностью снять все без остатка мне будет тяжело. Потому что кожу я как-то очень тянуть не хочу, но что-то вот снялось. Вот так выглядит сейчас эта варежка. Посмотрим. Попробую вторую. Та-дам! Тут есть такой даже мешочек, который удобен для поездок. Такой чехольчик закрывающийся. Петелька, чтобы его удобно сушить. И вот так выглядит сама варежка. Попробую сначала смыть то, что осталось на этом вазе. Кстати, похоже, что все снимается. Или нужно было как-то больше влаги, или просто та уже маленькая штучка насытилась косметикой, нужно было ее мыть конкретно. Но, кстати, до конца мне все равно не удалось снять. Чуть-чуть подержу, чтобы размягчать. Выглядит, что тональный крем, помаду и пудру он снимает хорошо. Эта варежка, определенно, на руке гораздо более удобная, чем тот маленький этот на пальчик. Еще чуть-чуть подержу. Вау! Ну, вы знаете, как-то выглядит, что если не растягивать кожу, шибка сильнее не тереть, то как-то похоже, что дальше я ничего не смою. Вот и я со снятым полосы бакеажем. Кстати, я заметила, что, похоже, тени, которыми я пользовались, это NYX палетка LAWY SO MUCHI. Немного прокрасила дневеки, потому что они розовые, и я это ничем не могу смыть. Но, что я могу сказать, в целом, вот эти варежки мне, в принципе, понравились, они работают. Я могу сказать, что они, наверное, будут хороши в поездку, и они, наверное, будут хороши для случаев, когда у вас нет такого убер-убер, наверное, тяжелого макияжа, когда и тональные кремы, и много видов тени всяких разных, в том числе таких, которые не смываются ничем. И какой-то карандаш, мне кажется, что, в принципе, самые большие трудности доставил, наверное, тушь и карандаш. Я полагаю, на самом деле, больше потому, что они были как бы у основания ресницы, этой варежкой, может быть, не очень удобно туда как бы пролезть. Но, в целом, в принципе, продукт неплохой. Я бы сказала, что я из 10, наверное, бы им поставила 7 или 8. Но вот на сегодня и все. Я надеюсь, что вам было интересно со мной. До новых встреч. Пока!